Поддорожник. Это очередное чудо природы, которое обладает многими лечебными свойствами. И сегодня конкретные рецепты при болезнях легких, бронхов, желудка, кишечника, всего ЖКТ. И попрошу вас наперед поделиться ссылкой на это мое видео в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Помогите этой важной информацией своим знакомым и близким, и мне тоже, в увеличении просмотра моего данного видео. Существует очень много видов поддорожника в России, их около 30. Растут вдоль дорог, так и переносятся семенами. Когда люди и животные задевают созревшие семена, они прилипают к одежде, к шерсти и потом падают вдоль дорог, развиваясь в новые растения. В новый свет поддорожник попал из Европы с колонизаторами. Сейчас он есть на всех континентах. Ну, кроме Антарктиды, понятно. Даже Шекспир в своей пьесе Ромео и Джульетта упомянул поддорожник. Все люди знают о том, что листья поддорожника прикладывают к ранам, порезам, местам укусов насекомых, и раны, и воспаления проходят. Но у поддорожника есть много и других, иных лечебных вариантов применения. Не только снаружи, но и внутрь. В пищу же можно использовать молодые листья поддорожника в салаты. Настои поддорожника добавляют в крыма, мази. Самый известный лечебный поддорожник, поддорожник большой. Его свойства хорошо изучены, описаны, и в основном применяется он, хотя лечебными свойствами обладает любой поддорожник в большей или меньшей степени. Но помните, собирая поддорожник, что впитывает он не только полезные, но и вредные вещества из воздуха и почвы. Поэтому сбор допустим только в экологически чистых местах далеко за городом. Про псиллиум, то есть шелуху семян поддорожника, у меня уже отдельное видео было, его непременно потом посмотрите. Это и мощный сорбент, и средство для снижения жировой массы тела излишней, и пищи для наших симбиотических кишечных бактерий. Очень полезная штука, непременно посмотрите, потом ссылку оставлю в описании. Ну а листья поддорожника лечат раны и воспаления. Листья используются и при бронхитах, при туберкулезе. Это мощный антисептик, который подавляет гнойные бактерии, потому гнойные раны лечатся. И не только. Вначале расскажу я о язвах и других проблемах ЖКТ, как применяется поддорожник при этих проблемах, а потом уже про бронхолегочные. Итак, язвы желудка, острые формы гастрита, колита, энтероколита лечатся при помощи поддорожника. Все болезни верхних отделов ЖКТ. Итак, сбор осуществляется, как я уже говорил, только в экологически чистых местах. Свежие листья можно сживать, ну, за раз 3-5-6 листиков и проглатывать. Твердые прожилки сплевывать. Можно делать зеленые коктейли из молодых листьев, разбивая в блендере с какой-нибудь иной зеленью и несладкими овощами. Можно отжимать сок. Сок из свежих листьев поддорожника, благодаря своим антисептическим свойствам, подавляет рост гнилостно-воспалительных процессов. К примеру, при стафилококке и даже синегнойной палочке. При всех болезнях ЖКТ принимать нужно по 1 столовой ложке сока 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Этот сок, как я говорил в своем видео про лопух большой, можно заготавливать и на зиму, точно так же смешав сок с водой, замораживая в специальных формочках, потом оборачивая в стретч-пленку, либо в специальных маленьких пластиковых флакончиках. Ну а с мая по сентябрь сок можно давить обычным известным способом, либо прокручивая через мясорубку, отжимая в марле, либо используя мощные соковыжималки. Есть такой способ потребления. Листья вместе с черенками промыть хорошо водой, ошпарить кипятком для дезинфекции и измельчить на мясорубке. Эту кашицу надо будет отжать плотно через несколько слоев марли. Если вы собираете в сухой сезон, дождей давно не было, влаги в этих листьях будет мало, тогда сок будет концентрированный. В этом случае размешайте его, разбавьте водой в соотношении 1 к 1 пополам и применяйте это средство по 1-2 столовых ложки, разводя в половине стакана слегка теплой воды с небольшим количеством меда. Лучше дикого меда, либо перезимовавшего в ульях. Если что, у нас мед такой уникальный, мед лечебный есть. Эффект тогда будет гораздо выше. Применять 2-3 раза в день перед едой, как уже говорилось, курс лечения 30 дней. Кстати, подорожник снижает плохой холестерин. Он прекрасно снимает воспаления разного рода. Служит, как я уже говорил, антисептиком, заживляет, затягивает раны и положительно влияет на секреторную функцию желудка, снимает боль, а также оказывает, и тут мы переходим ко второй части, отхаркивающие и кровоочистительные действия. Потому его используют как мощное обезболивающее, противовоспалительное и антисептическое средство при различных бронхолегочных заболеваниях, в том числе при туберкулезе легких, при плеврите, при катаре верхних дыхательных путей, при бронхиальной астме и даже при коклюше. Для этого делается настой из листьев подорожника. И таким настоем можно избавиться и от обычного кашля, и от респираторных заболеваний, ну и, как я уже сказал, от более серьезных. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими, разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь, не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Применение отваров и соков позволяет активизировать работу бронхов и лимфатической выделительной системы, а также усиливает секрецию и, соответственно, легкое отхождение слизи, то есть мокроты, из бронхов и легких. Традиционная медицина широко использует подорожник. Применяет его при данных болезнях, что я перечислил, и при сибирской язве. Также препараты с содержанием подорожника назначают женщинам при воспалительных процессах внутренней слизистой оболочки и мышечной оболочки матки, яичников и при параметрите. Употреблять порошок из семян растения тоже можно. Тогда так, он применяется по 1 грамму 3-4 раза в день за 20-40 минут до еды. Есть у подорожника и противопоказания. Это склонность к тромбообразованию, он сгущает кровь. Но если вы будете пить воду, а не напитки, более того, водородную воду, то кровь будет разжижаться, и тогда подорожник вам тоже можно. Ну а теперь, как же применять подорожник при бронхолегочных заболеваниях? Тут два варианта, если вы берете свежее сырье, и второй вариант – сухое сырье. Первый – свежее. Требуется растереть свежие листья подорожника, добавить 200-250 мл воды, ну, по сути, стакан полный. Листья взять по весу примерно 100 грамм. Залить горячей водой градусов 80-90, но не кипящей, в термос и полученную смесь настоять часа 2-3. Потом процедить, добавить 3-4 столовых ложки хорошего меда, лучше дикого, либо перезимовавшего. Хорошенько размешать и принимать такую кашицу по одной чайной ложке каждый час при сильном простудном кашле. Можно даже чаще, и это обязательно поможет. Если у вас сухое сырье, тогда надо заливать 4 столовых ложки высушенных измельченных листьев подорожника примерно полулитрами горячей воды, настоять в термосе где-то 1,5-2-3 часа, потом процедить и принимать в течение дня в теплом виде 4-5 раз в день по одной столовой ложке перед едой. Курс лечения 7-10 дней. А вот вам комплексный рецепт, потому что кому-то он поможет в лучшей степени, так как и другие растения обладают важными лечебными свойствами, а в совокупности эффект усиливается. В данном случае, говоря о простудных и бронхолегочных заболеваниях, речь идет вот про такой рецепт. Нужно смешать по 3 столовых ложки сухого измельченного сырья, листьев подорожника, листьев матемачихи и почек сосны. Взять 2 столовые ложки вот этой готовой уже смеси, хорошо перемешанной, залить 300 миллилитрами горячей воды градусов 80-90, отстоять 2 часа, затем это лекарство применяется по 100 миллилитров 2 раза в сутки, можно 3. Хорошо менять комбинацию лечения, ну скажем, неделю применять вот этот рецепт, а следующий рецепт, который я сейчас назову, другие 7 дней. Взять по 2 столовые ложки листьев подорожника большого и цветов бузины черной и точно такое же количество, то есть 2 столовых ложки травы фиалки обыкновенной, хорошо перемешать, добавить 250 миллилитров горячей воды, настоять 2, лучше 3 часа, процедить и применять данное средство 2-3 раза в день по 100 миллилитров перед едой, минут за 20-30. Ну а те, кто хочет использовать непосредственно семена, скажу такой рецепт, надо взять 1 столовую ложку семян, поместить в термос, залить 250 миллилитров горячей воды, настоять примерно 1,5 часа, процедить и применять по 1 столовой ложке 3 раза в день курс лечения 1-2 месяца. Кстати, этот отвар подходит и для мужчин в целях профилактики импотенции и заболеваний простаты, при аденоме и простатите, но если есть такая напасть, обязательно посмотрите мои лекции про аденому и простатит. И помните, что комплексный подход в лечении, но в данном случае речь идет про применение лечебных грибных препаратов, так вот вместе с травами эффективность, конечно, возрастает. Естественно, нужно учесть и питание, и образ жизни, внести коррективы, но об этом обо всем в моих лекциях. Вообще мои лекции как раз о системном подходе, комплексном, не о каком-то чуде, так сказать, отдельно взятом в природе, а о том, что мы должны учитывать, если хотим быть здоровыми, излечиться от тех или иных болезней, прожить качественнее и дольше, мы должны учитывать многообразие факторов, которые влияют на человека всегда, вне зависимости от верования, желания, надежд. Ведь это объективные вещи. И есть даже поговорки всякие, вот современные, например, незнание законов не освобождает от ответственности, но ведь речь идет и про законы природы по логике. Незнание законов природы уж точно не освободит человека от его ответственности. И мы сами уменьшаем свою жизнь неправильным питанием, образом жизни, вредными привычками, пристрастиями. Разумеется, все объективно. Чем больше факторов вредных из своей жизни мы уберем, исключим, а хороших, правильных добавим, тем легче, быстрее всегда идет излечение, укрепление иммунитета. Ну и организм, в конечном счете, помогает сам исцелить себя. Если мы уберем от него вредные факторы воздействия, добавим полезные. Главное все-таки здесь знание, ну а потом отсутствие лени для выполнения этих, соответственно, рекомендаций. Кстати, у меня есть плейлист на моем YouTube-канале о лечебных свойствах тех или иных видов трав. Ссылку на этот плейлист, где все эти видео находятся, я тоже вам оставлю под этим видео. Да, маленькое объявление, мне на постоянную работу нужен помощник по монтажу видео для YouTube, ну и для других соцсетей, то есть человек, владеющий этими навыками, склейки, монтажа, улучшение качества звука, ну и так далее. Пишите на почту, почту оставлю под видео также. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал, на нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.